Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас второй день нашей войны, война уже в самом разгаре, пока только работает совершенно нестабильно, сегодня поговорим о том, куда пойти нам в сегодняшний день, потому что сегодня у меня было в планах немножко пораньше записать все это дело, но возможности такой у меня не получилось, поэтому записываю видеоролик довольно-таки поздновато, за это извиняюсь, и конечно хотелось бы благодарить вас за хорошую активность. Под первым видеороликом, который вышел вчера на тему войны, спасибо, что поддерживаете, продолжайте, если вам это нравится, то я буду также в свою очередь продолжать записывать данные видеоролики по ходу нашей войны, потому что уже завтра начнется реальная заруба, и сейчас у меня имеются такие вот мысли довольно-таки неприятные по поводу войны, то что все работает реально сейчас нестабильно, имеются косяки, и с какой... В какой-то степени, ну ничего удивительного в этом нет, это танки, все мы привыкли, что постоянно что-то работает не так, но в таком ивенте, по моему мнению, должно работать все максимально четко. И если, например, сейчас я нажимаю на зону, которую хочу атаковать, и мне в этой зоне написано, что я там за эту территорию, еще никто не сражается, напомню вам, что в прошлом году, когда вы нажимали на кнопку, когда вы хотели бороться за какую-то определенную территорию, уже сходу показывалось, какое количество звезд набито на данной территории, чтобы вы могли отлично понимать, куда вам выгоднее поставить. Например, вы, как вот я, например, сейчас записываю данный видеоролик не с начала хода, а уже в середине этого дня, и я, например, благо сейчас еще, ну как бы это не совсем актуально, но я расскажу суть саму. Я, например, прихожу, и я вот думаю, где мне помочь своей команде, своей фракции. Например, я вижу, что там в определенных зонах уже большое количество звезд набили, и я отлично понимаю, что эти зоны мы заберем. А вот если, например, есть какая-то определенная зона, где там происходит примерно плотная равная борьба, то я, например, в этот период времени лучше проголосую именно за эту зону, дабы затопить, дабы помочь своим союзникам, и чтобы наша фракция забрала не только какие-то определенные зоны, где уже большое количество звезд набито, но и те зоны, за которые идет реальная борьба. И вот сейчас у меня возникает огромный вопрос. А заработает ли завтра все так, чтобы я все это дело смог увидеть, а не начал голосовать просто, ну, наобум? То есть это уже получается не война, а игра вслепую, грубо говоря. То есть, например, если я завтра, у нас уже вот эта вот вся территория за Санд будет захвачена, я имею в виду Жаворонки, год 2042, Борда, Берлин, Иран, Брест, Бумбокс, Магадан и станция будет уже наша. И начнется завтра борьба с эльфами за зону Арена, например, та же самая. Это уже будет реальная там стычка двух фракций. Тот же Каньон будет, стычка против Санд, плюс центральные зоны уже начнут бороться, то есть тот же Кунг Гур, та же зона. Это все будет завтра актуально. И я хочу знать в определенный период времени, когда я приду, когда я захочу проголосовать, чтобы я мог понимать, сколько звезд имеется на этой точке. Но сейчас я определенно понимаю, что завтра есть вероятность того, что это не будет работать так. И я просто вот так вот буду щелкать, например, на ту же зону, да, вот как я сейчас показал на Иране, и мне будет написано, за эту территорию еще никто не сражается. И я не буду знать, куда мне лучше проголосовать, хватает ли там сил, не хватает там сил. Понятное дело, что сначала мне хочется забрать хранилище, которое я смогу забрать на четвертом ходу, но все же завтра борьба за центр уже будет в самом разгаре. И если, например, тот же Кураж стабильно уйдет за Сантами, то что будет у нас завтра на центре, я вообще не понимаю. Я не могу представить, сможет ли моя фракция там побороться за какую-то территорию. Вот, например, у меня будет выбор пойти на зону или пойти на Кунг Гур, дабы забрать точку, дабы заработать больше очков в своей фракции. И если у меня не будет это показываться, я не смогу никак это предположить. Чисто там на Абум тыркну зону или Кунг Гур, на Эники-Беники рассчитаю и щелкну, но это же как-то очень слабо. Потому что прошлая война в плане именно захвата территории работала довольно-таки качественно. Хоть и были какие-то проблемы с теми же звездами, хоть они даже показывались, в отличие от первых двух дней этой войны. Сейчас с звездами вообще какая-то беда не показывается, какое определенное количество вы набили. И пока это все выглядит недоработанно и печально, и теперь я в какой-то степени понимаю, почему была, например, вчера задержка такая с началом войны. Но, по сути, ничего не доработано. У нас недоработана полноценная модель войны и второй день подряд мы видим то, что косяки имеются. И их нужно сейчас доделывать, иначе ивент превратится просто в абы что. И это, конечно, довольно-таки печальная ситуация, как по мне. Но давайте уже не об этом, давайте уже ближе к делу. Я понимаю, что это все мои какие-то эмоции, и не всем приятно их слушать. Поэтому давайте углубимся уже в саму войну. Что у нас сегодня творится? Что касаемо Санты Снеговиков, сегодня расскажу те актуальные зоны, на которые вы можете просто проголосовать, дабы пройти дальше, начать бить звезды. Потому что, по сути, сегодня еще не так важны определенные точки, как они будут важны завтра. Завтра, конечно же, акцент уже пойдет на центр. Последний рубеж до хранилища также будет присутствовать, и будет очень интересно посмотреть, на какие участки хранилищ будет прям дико жесткая заруба. Мне реально будет это интересно увидеть. И я надеюсь, что у нас это получится посмотреть, а не просто мы увидим вот эту территорию, никто не сражается. И, как говорится, думай сам, сколько там звезд уже набито, и помогать тебе или не помогать. Ну, а что касаемо сегодня, то можно отдать предпочтение, конечно, Барде, но я понимаю, что все эти зоны все равно уйдут. Я проголосую за Иран, мне нравится эта карта, я пойду ближе к Центрику. Завтра, скорее всего, также углублюсь именно в эти зоны, потому что, если еще даже все это покажется, это будет вообще прекрасно. И борьба за первые стабильные очки, всего две недели у нас будет война проходить, это то самое, то, что необходимо нам всем, дабы выиграть за свою фракцию эту войну. Что касаемо снеговиков, то здесь также можно пойти на тот же гардер, что касаемо защиты, выбирайте, что вы, в принципе, хотите. Видите, пока что враждующие фракции на вас еще не наступают, поэтому сегодня, например, вот я за Сант могу спокойнейшим образом поставить Иранчик на захватик, и на защиту поставлю Губаху. Такой вот раскладик я сегодня сделаю для себя. Что касаемо снеговиков, вы можете сделать расклад по типу гардера или кельна, и в защиту взять те же, например, мосты или простор. Что касаемо завтрашнего дня, то я думаю, что будет более масштабный и полноценный выпуск, потому что будет о чем поговорить. Я надеюсь, что уже многие разобрались, как все это проходит у нас в этой войне, потому что вчера у меня на стримах было довольно большое количество вопросов по ходу данной войны. Не все понимали, как нужно правильно делать ходы, как их реализовывать, да даже как вообще просто зайти на сам сайт, потому что многие ребята начинали регистрировать свои аккаунты новые. Но там регистрация никакая была не нужна, там нужно было просто снизу нажать на кнопочку войти и зайти по тем аккаунтам, которые у вас имеются, дабы все функционировало и не было никаких проблем. А многие ребята начинали пробовать создавать новый аккаунт. Поэтому ситуация у нас следующая, завтра начинается ожесточенная борьба за центр карты. Будет очень интересно, кто сумеет захватить, например, две зоны, кто заберет одну, может быть все заберут фракции по одной зоне, может кто-то заберет две, а кто-то не заберет вообще ни одной из центра и уже будет в каком-то роде аутсайдером в нашей войне. Хотя по сути это всего лишь третий день будет, третий ход и еще не все так печально. Плюс мы приблизимся к нашему хранилищу и уже максимально точно можно будет предположить, кто заберет какую определенную зону. И в какой-то степени можно будет посмотреть процент соотношения игроков, которые у нас играют за определенные фракции. То есть, например, может быть куплена у вас краска, а вы не играете. А по соотношению игроков будет казаться так, что как будто вообще у одной фракции намного меньше купленных красок. Хотя по сути они просто имеются, но никто на них не играет. Поэтому это будет довольно-таки интересный моментик, который завтра мы уже вместе с вами пообозреваем. Ну а сегодня довольно такой бомбящий в какой-то степени видеоролик с определенным ходом. Второй день уже имеется. Продолжайте, ребят, набивать звезды, фармить контейнеры. Я надеюсь, что больше сбоев у них, я имею ввиду, в плане разработчиков ивента данного не будет. Будет все стабильно работать. И мы полноценно сможем участвовать в этой интереснейшей войне, которая, как по мне, должна быть реально жесткая. И уже завтра все самое интересное начнется. Напоминаю вам то, что у нас имеется дискорд сервер. В описании есть ссылочка. Переходите. Я создал две комнаты для санд и снеговиков. Вы можете перейти, уже обсуждать определенные тактики по каким-то зонам. Возможно, найти себе новых друзей, с которыми вы будете играть, набивать звезды. Возможно, обмениваться каким-то определенным опытом. Ну и также есть группа ВК, в которой я выкладываю те ходы, которые я делаю лично сам за определенную фракцию. Куда я атакую, что я дефаю. И с завтрашнего дня я уже бы вам посоветовал бы за всем этим делом следить, дабы, если вы особо сильно не разбираетесь в этом всем деле, вы не совершили какую-то глупую ошибку. Например, пошли на какую-нибудь там станцию или жаворонки, да, и не помогли своей фракции забрать очень важную и нужную территорию. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, сегодня получился. Я по-прежнему надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на вашу активность, на ваши лайки. И если вы это все дело сделали и, например, не подписаны на канал, мне будет также приятно, если вы на него подпишетесь, нажмете на колокольчик и не будете ничего пропускать, будете следить и бороться в нашей интересной войне. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok